Детские пособия проиндексируют. Инициативу губернатора Ниницкого округа сегодня на заседании комитета окружного собрания поддержали депутаты. С 1 января 2018 года также будут повышены выплаты гражданами из категории пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Индексация ряда социальных выплат планируется с 1 января 2018 года. Она коснется наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов и семей с детьми. Во-первых, будет повышена ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам. Выплаты в 2708 и 3100 рублей будут увеличены на 400 рублей. С 25 до 35 тысяч будут повышены выплаты участникам Великой Отечественной войны. Будут пересчитаны и увеличены единовременные денежные выплаты ветеранам труда – с 758 рублей до 1 тысячи. Труженики тыла вместо 963 рублей будут получать 1200 рублей. Также будут увеличены ежемесячные пособия на ребёнка. Ежемесячное пособие на ребёнка, которое сегодня составляет 853 рубля, предлагается увеличить до 1000. И, соответственно, следующее увеличение в зависимости от коэффициента 1,8-2,0 – это островная территория. И для одиноких матерей, которые воспитывают, у них выплата составит примерно около 2500 индексаций. Эти изменения предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2018 года. Рассмотрели депутаты и вопрос по повышению прожиточного минимума пенсионеров на 5,1%. Повышение обусловлено новым подходом в формировании социального показателя и инфляцией. Согласно данным Департамента финансов и экономики, стоимость потребительской корзины за год выросла примерно на 5%. Данным законопроектом предлагается установить в 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 17956 рублей, что на 5,1% или на 864 рубля больше, чем в 2017 году. Напомню, что данная величина устанавливается в целях расчёта размера социальной доплаты пенсии пенсионера. Следовательно, его ежемесячное материальное обеспечение не может быть ниже данной величины. Данные законопроекта одобрены парламентариями и будут вынесены к принятию на ближайшую сессию. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север».